В свое время мы обсуждали классы типов. Классы типов представляют собой механизм, который позволяет задать общий интерфейс для некоторой группы типов данных. Эти группы типов данных, однако, с которыми мы работали до этого, были в каком-то смысле базовыми типами, состояли из базовых типов. Их кайнд был звездочкой. Это означало, что это были некоторые простые типы данных. У нас, помимо таких простых типов данных, есть более сложные конструкции, функции над типами, или конструкторы типов с параметрами. Мы с вами знакомы с однопараметрическими конструкторами типов. Это тип данных список, это maybe, это, в конце концов, простейший контейнер, который мы называли identity. Оказывается, для таких операторов над типами, функций над типами, мы тоже можем задавать общий интерфейс с помощью механизма классов типов. Такие интерфейсы являются довольно абстрактными интерфейсами, однако, они выражают некоторые общие идеи, единые для всех подобного рода контейнерных типов. Давайте посмотрим, какие интерфейсы есть, и начнем с самого простого возможного интерфейса, интерфейса, который называется функтор. Перед нами определение класса типов функтор. Мы видим, что класс типа функтор параметризован переменной f, и эта переменная используется в типе единственной методы этого класса, методы, которые зовется fmap. Во-первых, посмотрим на то, каким образом используется у нас f. Мы видим, что f используется не как тип, а как некоторая функция над типами. То есть f для того, чтобы его использовать внутри нашей структуры типа, f применяется к некоторому другому типу, к переменной типа a в этом месте, и к переменной типа b в этом месте. Таким образом, из применения переменной f мы видим, что у этой переменной f должен быть стрелочный kind. Kind звездочка, стрелочка звездочка. После того, как мы применяем ее, эту переменную к некоторому типу, получившаяся конструкция уже имеет kind звездочка, которую мы можем использовать как составную часть некоторого типа. Ну, давайте, посмотрев на формальную конструкцию класса типа functor, теперь обсудим, что же делает функция fmap и для чего она нужна. Функция fmap, как мы видим по ее типу, принимает, во-первых, некоторую произвольную функцию, как мы помним, a стрелочка b, это в Haskell тип произвольной функции. Второе, что она принимает, она принимает некоторый контейнерный тип, ну, представим, например, что вместо f у нас подставляется, например, список, или maybe. Принимает некоторый контейнерный тип с типом элементов этого контейнера a. Возвращает она тот же самый контейнерный тип, но с типом элементов b. Таким образом, мы видим, что функция fmap очень похожа на функцию map для списков, являясь на самом деле некоторым ее обобщением. Функция fmap делает следующее. Она принимает некоторую функцию и некоторый контейнер со значениями типа аргумента этой функции. К каждому элементу контейнера эта функция применяется, и дальше получившийся результат упаковывается в тот же самый контейнер. Вот функция fmap является некоторым обобщением функции map, которая знакома нам из списков. Если мы теперь взглянем на реализацию представителя класса типов функтор для списка, мы увидим, что эта реализация очень простая. Мы объявили класс типов. Теперь для конкретного типа данных списка. Мы помним, что такая конструкция имеет kind, подходящий нам. Это конструктор списка. И если мы спросим, какой kind, то увидим, что kind у него звездочка, стрелочка, звездочка. Итак, мы пишем представителя функтора для подходящего по kind конкретного типа. И дальше реализация очень простая. Мы говорим, что fmap – это map. Мы могли бы здесь написать реализацию функции map, но для списка fmap полностью повторяет map. То есть функтор для списка полностью определяется тем, как реализован map. Таким образом мы можем, скажем, отобразить функцию увеличения аргумента на единицу на список 1, 2, 3, получив список 2, 3, 4, все элементы увеличились. Но ровно то же самое мы можем написать, используя функцию fmap. Мы отображаем функцию на некоторый список и получаем результирующий список. Мы можем смотреть на класс типа functor следующим образом. Класс типа functor, как говорят, поднимает вычисления в контейнер, поднимает некоторую функцию в контейнер. Он принимает в качестве аргумент некоторую произвольную функцию, а возвращает, если мы вспомним про правый ассоциативный скобок, возвращает некоторую функцию над контейнерами. То есть мы получаем возможность поднять вычисления, превратить вычисления из обрабатывающего тип данных А и тип преобразующего тип данных А в тип данных Б, получить вычисления, преобразующие тип данных, упакованные в некоторый контейнер, в тип данных Б, упакованный в тот же самый контейнер. Ну давайте теперь посмотрим на то, как представитель функтора реализован для типа данных made. Мы должны описать функцию fmap. Первым аргументом является функция, а вторым аргументом является наш контейнер. Мы помним, что тип данных maybe у нас определен с помощью двух конструкторов, поэтому у нас соответствующая функция должна работать с двумя уравнениями. Мы должны выполнить сопоставление с образцом и сказать, что во-первых, мы должны описать, как функция fmap работает на контейнере nothing. Ну, совершенно естественно, что функция fmap поднимает некоторое вычисление в контейнер, но если в контейнере ничего не лежит, то и лежать ничего не будет. Поэтому, независимо от того, как у нас устроена функция, мы возвращаем в этом случае nothing. Если же мы поднимаем вычисление в контейнер, в котором maybe, в котором лежит какое-то значение, то есть использовался конструктор just, то мы должны как бы протащить эту функцию через конструктор контейнера. Фактически, описание функции fmap это и есть описание того, как протаскивать функцию через конструктор контейнера к тем значениям, которые лежат внутри контейнера. Ну и, естественно, мы выполняем ровно такую работу, у нас есть аргумент какой-то, мы протаскиваем функцию f и применяем функцию f к элементу, который лежит в контейнерах. Сам по себе контейнер у нас имеет тип maybe a, но то, что лежит в этом контейнере, уже имеет тип a, и мы можем применять функцию из a в b к типу a, получая значение типа b, которое, собственно, после этого упаковываем в наш контейнер. В итоге мы видим, что у нас получается ровно то, что нужно, по типу все совпадает. Ну, естественно, мой код откомпилировался. Ну, это вот такая стандартная реализация. Вообще, класс типа functor, конечно же, присутствует в стандартной библиотеке, и реализация для типов списка и для типа maybe, они тоже практически в таком же виде присутствуют в стандартной библиотеке. Именно поэтому я наш файл начал с следующего импорта, спрятав стандартное определение функтора и стандартное определение функции fmap. Ну, теперь давайте вернемся к нашему представителю функтора для типа данных maybe и протестируем, как он работает. Давайте вызовем функцию fmap, передав туда в качестве аргумента, ну, скажем, умножение на два, и в качестве контейнера теперь тип данных maybe. Если мы передаем конструктор nothing, то в полном соответствии с определением нам возвращается nothing. Если же мы передаем какой-нибудь конструктор, точнее говоря, конструктор just, в который упакован какое-нибудь число, ну, скажем, 21, ну, здесь надо поставить скобки или оператор доллара для того, чтобы группировка была правильная, то в этом случае наша функция fmap протаскивает наше вычисление сквозь конструктор и применяет его к тому значению, которое лежит внутри контейнера, возвращая нам упакованное в контейнер вычисленное значение 42. Субтитры создавал DimaTorzok